Спасибо большое. Я должна была сосредоточиться на пандемии COVID-19. Собственно говоря, в процессе обсуждения моей темы так мы решили с организаторами. Так что спасибо большое за доверие, за приглашение не просто на инфекциях, не просто какие-то общие вопросы, а, конечно, инфекция COVID-19 и наши пациенты с диагнозом злокачественных опухолей, а также попытаться сформулировать наше отношение к вакцинации, которая только начала сформироваться. Итак, COVID-19. Что происходит в организме во время этой инфекции? Ну, существует несколько этапов активации иммунитета в ответ над COVID-19. Это ранняя фаза, связанная с лёгкими симптомами и индукцией иммунного ответа. И лечебной тактикой здесь может быть стимуляция противовирусного иммунитета. Это, как правило, лёгкая форма с ярко выраженной иммунной протекцией. И поздняя фаза с появлением тяжёлых симптомов, с развитием пневмонии, когда основной лечебной тактикой является подавление воспаления, а, собственно, патоморфологическим субстратом развития этого воспаления и осложнений является цитокиновый шторм. При этом у пациента или у человека, инфицированного COVID-19, может развиться два типа иммунного ответа. Это протективный иммунный ответ, так сказать, позитивный, ассоциирован как раз с лёгким и средне-тяжёлым течением заболевания, и патологический иммунный ответ, связанный с гиперактивацией иммунной системы, с развитием цитокинового шторма, с гиперактивацией моноцитов-макрофагов и гипервоспалением. И вот, к сожалению, именно патологический иммунный ответ, гипериммунный ответ, не недоиммунный ответ, а как раз гипериммунная реакция и связанность с тяжёлым течением COVID-19 несёт основную опасность для пациентов. Поэтому, честно говоря, когда я в своё время познакомилась с патофизиологией COVID-19, я подумала, что у наших пациентов может быть как раз меньше вероятность развития цитокинового шторма и гиперактивации моноцитов-макрофагов в силу специфической терапии, которая как раз эту гиперактивацию и подавляет. Но посмотрим, как шло дальнейшее обсуждение COVID-19 и рака. Клинические проявления COVID-19. Инкубационный период составляет до 14 дней от момента контакта с возбудителем. В большинстве случаев заболевание развивается на 4-5 день после контакта. Тяжесть симптомов варьирует от лёгкой до критически тяжёлой, но в большинстве случаев это лёгкие и средне тяжёлые формы. Для лёгкой формы характерно проявление ОРВИ, остро-респираторной вирусной инфекции, отсутствие пневмонии или её лёгкое течение. Это порядка 80 случаев инфицирования. Тяжёлая форма ассоциирована с появлением одышки, гипоксии и более чем 50% поражением тканей лёгких. Это порядка 14% всех случаев. Ну и критически тяжёлые состояния с развитием дыхательной недостаточности, шока или полиорганной недостаточности – это примерно 5% всех случаев. Каковы данные клинических исследований у онкологических пациентов? Ну вот в представленном многоцентровом исследовании, это одно из первых исследований, были оценены течения, тяжесть заболевания, клинические исходы у 105 онкологических больных и 536 пациентов группы контроля без диагноза рак того же возраста с подтверждённым COVID-19. Что оказалось? Оказалось, что максимальная частота летальных исходов, необходимости перевода пациента в реанимацию, развитие тяжёлого и критически тяжёлого состояния и перевода на искусственную вентиляцию лёгких регистрируются у пациентов с диагнозом рак лёгкого и с метастазами злокачественных опухолей и других локализаций в лёгких. Таким образом, предшествующая некая недостаточность функций лёгких, связанная с объёмом онкологического поражения, и приводит к тяжёлому и критически тяжёлому течению COVID-19. У пациентов, соответственно, с массивными метастазами лёгких и с диагнозом, ну, очевидно, тут распространённого рака лёгкого, вероятность тяжёлого течения была в несколько раз выше, чем у пациентов с COVID-19 группы контроля. Однако, если мы посмотрим на правую часть слайда, то вероятность развития тяжёлого течения COVID-19 у пациентов без поражения лёгких, либо первичного, либо метастатического была точно такой же, как у пациентов группы контроля. Таким образом, сам по себе диагноз злокачественного новообразования не увеличивала риск неблагоприятного клинического исхода COVID-19. Оказалось, что летальные исходы в основном были связаны с сопутствующей патологией. Вот здесь приведён анализ 5408-9 пациентов, которые перенесли COVID-19. 86% умерших имели, по крайней мере, одно сопутствующее заболевание. В большинстве случаев это гипертензия, диабет, гиперлипидемия, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, деменция, соответственно, пожилой возраст, хроническая обструктивная болезнь лёгких. Вы видите, что диагноз рака здесь, в общем-то, далеко не в первых рядах и даже не в серединочке. И, соответственно, и тяжесть течения COVID-19 и необходимость госпитализации пациентов была связана именно с наличием сопутствующего заболевания, а у больных без сопутствующих заболеваний COVID-19 протекал значительно легче. Ну и вот здесь очень тоже большой анализ клинических исходов тяжёлого течения и смертельных исходов. У пациентов с COVID-19 сюда уже включено более 74 тысяч случаев, почти 74 с половиной тысячи случаев. И мы видим, что как раз доля сопутствующей патологии, такой сопутствующей патологии, как злокачественная опухоль, как рак, была минимальной. И рак был диагностирован всего у 29 пациентов. Каковы проблемы в ведении онкологических пациентов с COVID-19? Безусловно, это трудность распознавания симптомов инфекции, схожих с проявлениями основного заболевания, с побочными реакциями на противоопухолевую терапию. Лихорадка, слабость, одышка, артрология, миалгия. Это одни из первых данных. Ослабленный иммунитет и повышенный риск заражения. Это необходимость частого посещения лечебно-профилактических учреждений для проведения терапии, мониторинга нежелательных явлений. И отсутствие чётких рекомендаций по ведению пациентов в условиях COVID-19 из-за недостатка данных. О чём говорят рекомендации? Но мне кажется, что рекомендации, в общем-то, не только наши, и международные, естественно, носят самый общий характер. Ну, например, онкологическим в связи с изменением порядка передвижения населения, введением ограничительных мер были опубликованы рекомендации по изменениям в лечении онкологических больных на период пандемии. И онкологические пациенты, попадающие в группу риска по тяжёлому течению COVID-19, это пациенты старше 65 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-лёгочной системы. А также, видите, включены были пациенты, получающие химиотерапию, пациенты с ожирением индекс массы тела выше 40, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию и пациенты с декомпенсированными состояниями, например, с сахарным диабетом. Особо высокому риску подвержены пациенты с диагнозом не мелкоклеточный рак лёгкого в возрасте старше 65 лет, и их как раз необходимо было категоризировать, и вот, мне кажется, это очень важные рекомендации, и разделить их на группы. Первая группа — это пациенты, нуждающиеся в немедленном начале лечения онкологического заболевания или продолжении лекарственного лечения, поскольку риски прогрессирования или смерти от основного заболевания выше риска инфицирования COVID-19. Пациенты, которым можно отложить начало терапии, и пациенты, находящиеся под наблюдением без признаков болезни или прогрессирования, у которых можно отменить визиты на 2-3 месяца или более. Ну и большинство известных международных профессиональных сообществ АСКС МНССН дают общие, самые общие рекомендации по изменению тактики лечения онкологических больных, целью которых является как раз минимизация социальных контактов и снижение частоты посещения медицинских учреждений. Итак, общие рекомендации, цель – минимизация контактов, отказ от заведомо-токсичной химиотерапии в группе риска, наблюдение, поддерживающая терапия, если нет ухудшения отдаленных результатов, переход на пероральные схемы, увеличение интервалов и переход на схемы с увеличенными интервалами. Ну вот также были изданы национальные рекомендации Ассоциации онкологов России по COVID-19 у онкологических больных и, в общем, примерно эти же рекомендации даны. Но, тем не менее, раздались очень разумные голоса о том, что вот такая позиция отмены препаратов может как раз неблагоприятно сказаться на отдаленных клинических исходах. И мы вот видим, что была опубликована работа из НССН, экспертов НССН, которые говорят о том, что задержка лечения пациентов с метастатическим раком может привести к ухудшению состояния и закрытию окнотерапевтических возможностей. И задача онкологических центров, безусловно, приложить все усилия для бесперебойного обеспечения помощи онкологическим пациентам. Но, конечно, нужно присмотреться к существующей практике лечения, например, выбор в пользу гормонотерапии от срочки операции для пациентов с ранней стадией рака молочной железы. Это предшествующая работа прошлогодняя. И вначале из Великобритании, а теперь из Франции, появились сигналы о том, что откладывание лечения пациентов с диагнозом рака может привести к увеличению смертности от рака. Ещё раз повторю, что первая такая работа пришла из Великобритании несколько месяцев назад, но вот сейчас достаточно свежая работа была опубликована на страницах ЭСМО. Она пришла из Франции. Поэтому вот такая, так сказать, безусловная категоризация пациентов может трагически сказаться на отдалённых результатах. Кроме того, мне попалось первое перспективное исследование, я нашла первое перспективное исследование иммунных нарушений при COVID-19 у онкологических пациентов. И авторы обоснованно пишут о том, что несмотря на отсутствие конкретных доказательств, больные с диагнозом рака в начале пандемии COVID-19 рассматривались как группа высокого риска заражения COVID-19. Имеющиеся в настоящее время данные с точки зрения авторов неубедительны, и потенциальная роль лечения рака или противоопухолевых препаратов в течение COVID-19 ещё предстоит выяснить. Были проведены, мы видим, специальные углублённые иммунологические исследования по оценке иммунных нарушений при COVID-19 у онкологических пациентов. И результаты могут свидетельствовать о том, что из-за различий в профиле иммунных клеток онкологических больных, получающих лечение иммуномодулирующими агентами, реакция организма хозяина на инфицирование COVID-19 как раз может быть снижена, что уменьшает вероятность симптомов и уменьшает вероятность развития вот этого цитокимового шторма с патологическим течением COVID-19. С другой стороны, в представленной только что на АСКО работе оценили частоту сопутствующих инфекций в эпоху COVID-19 у онкологических пациентов и как раз показали, что риск заражения бактериальными, вирусными и назокомиальными инфекциями у наших пациентов увеличивается. Очень важный вопрос о вакцинировании наших пациентов. И действительно очень много сообществ оперативно откликнулись на этот вопрос. Вот страничка Американского национального общества клинических онкологов должны ли пациенты с диагнозом рака и пациенты, которые прошли лечение по поводу рака и выздоровели, получать вакцины. И как раз большинство экспертов различных медицинских сообществ рекомендует для большинства пациентов с диагнозом рака или с историей лечения от рака вакцинацию от COVID-19, если она является доступной. Ну, аналогичные рекомендации дают специалисты Мемориал Славян Катерин Канцер Центр. Они тоже пишут о том, что никаких ограничений для вакцинации от COVID-19 у пациента с диагнозом злокачественную опухоль нет. Даются такие рекомендации по вакцинации для пациентов, получающих химиотерапию или другие виды лечения, подавляющие иммунитет. В целом рекомендуется введение любой вакцины во время химиотерапии, но поскольку вакцины могут вызвать лихорадку в течение первых 24-48 часов, предпочтительно получать вакцины в то время, когда ожидается, что не будет снижения лейкоцитов. Для большинства пациентов, получающих иммунотерапию, можно продолжить вакцинацию, иммунотерапию не нужно прерывать. Для пациентов, получающих стероидные препараты, кортикостероиды могут снизить ответ на вакцинацию COVID-19. Для пациентов, получающих ритуксимаб, блинатомумаб, алимтозумаб и другие препараты, нацеленные на лимфоциты, эти методы лечения могут повлиять на лимфоциты, которые являются важной частью иммунного ответа на вакцину COVID-19. И вакцинация может быть более эффективной, если отложить её не менее чем на 3 месяца после завершения лечения. Но и для пациентов, получающих гормональное лечение, эндокринное или гормональное лечение рака, включая томоксифен, ингибитор ароматаза, аналоги релизинг-фактора лютинизирующего гормона гипофиза, антиандрогены, это лечение не должно влиять на безопасность или эффективность вакцин. Благодарю за внимание. Продолжение следует...